Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает передача Бориса Агре. И я бы хотел сделать небольшой анонс о том, что в этой передаче Борис подготовил просто уйму очень интересной и полезной информации. Поэтому в этот раз у нас не будет передачи интерактивной. Мы дадим Борису все то время, которое ему необходимо для того, чтобы выдать свой материал, как говорится, на гора. Поэтому я вас убедительно прошу, пожалуйста, слушайте внимательно. Но еще раз я прошу прощения, звонки приниматься не будут. Борис, добрый день. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Народная волна Чакави». Вот если я задам такой сакраментальный вопрос, когда наступит Новый год, вопрос, можно сказать, даже риторический, то получу сакраментальный ответ через 11 дней, в ночь с 31 декабря на 1 января. Как раз вот в полнолуние наступит новый 2019 год, который мы все с удовольствием и встретим, выпив шампанское или еще чего-нибудь. Я, кстати, тоже подниму бокал именно этой ночи. Однако вот наступит ли Новый год? Я в этом сильно сомневаюсь. Скажу более, Новый год наступит, но наступит в разное время, в разных странах и очень не в один и тот же день. Итак, начали. 1 января 1945 года до Рождества Христова, то есть великий человек, великий реформатор, грандиозный полководец Кай Юлий Цезарь основал на территории громадной, просто громадной Римской империи новый календарь. Вот этот календарь, который называется Юлианским, он просуществовал и до сих пор существует, между прочим, уже несколько, сколько? Больше двух тысяч лет. Больше двух тысяч лет. Сам календарь, который, как я уже сказал, называется Юлианским, восходит своими традициями к наблюдениям древнеегипетских жрецов, жрецов птицоголового бога, которые определили, ориентируясь на священную звезду Сириус, что в году 365 дней. Однако наблюдение за этой звездой показало, что нет, не 365 дней, а число какое-то неправильное. Поэтому, чтобы учесть ошибку, древнеегипетские жрецы, а вслед за ними и все народы, которые стали пользоваться Юлианский календарь, ввели поправку. Однако, эта поправка, поскольку она была основана на натуральном основании, кратном числу 4, вносила постоянную неправильность. И поэтому, каждые 128 лет, если использовать Юлианский календарь, набегал лишний день. И это была проблема. В 1582 году, уже нашей эры, другой великий реформатор, папа Григорий VIII, ввел новый календарь, по которому мы сейчас и живем. Кстати говоря, народы далеко не сразу приняли, и далеко не одновременно приняли этот календарь в Западной Европе, в Европе. Последняя страна, которая стала официально жить по Григорианскому календарю, была Великобритания. А вот, скажем, некоторые другие страны официально перешли на Григорианский календарь еще позже. Сейчас я вам об этом расскажу. Итак, первое, что необходимо заметить, что Григорианский календарь, по которому мы сейчас живем, практически по этому календарю живет весь земной шар. Он точнее, нежели Юлианский календарь. Я говорил, что Юлианский календарь, у него постоянно набегает ошибка, которую чрезвычайно сложно адаптировать математически к действительности, поскольку поправка, она основана на основании натурального числа, и не более того. Ну, так вот, великий реформатор календаря Григорий VIII основал свой календарь на циклическом обращении Земли вокруг Солнца. И было выяснено, что в году 365,2425 суток, из чего вытекает, что за каждые 400 лет мы имеем 97 высокосных годов. Но и это еще не все. Как только этот календарь, согласно папскому эдикту, был введен в действие, а введен он был 4 октября 1582 года, как я уже говорил, то на следующий день наступила пятница. Вот простой вопрос, Анатолий, какое число было? Если четверг был четвертый. Ну да, наверное, пятый. Нет. Четвертая с половиной. В пятницу сразу наступила 15 октября. Нормально. Нормально. И это произошло потому, что новый Григорианский календарь, он учел все набежавшие ошибки Юлианского календаря. Мы умолчим, не будем даже трогать теологические разногласия, борьбу за влияние и великий раскол христианской церкви. Мы об этом вообще говорить не будем, во всяком случае сегодня. Просто скажем, что Григорианский календарь, он да, точнее. Вот что хотите со мной, то и делайте. Он точнее и намного. Я немножко, чуть-чуть попозже, я расскажу, почему он точнее. Между прочим, как раз в этой студии некоторое время назад я рассказывал об удивительных исторических совпадениях и упоминал великого полководца Наполеона Бонапарта. Так вот, какое отношение этого вспоминания имеет к календарю. В 1805 году состоялась битва при Аустерлице. Мы все ее помним еще со школьных времен. В этой битве участвовали три армии. Армия Австро-Венгерской империи, армия Наполеона Бонапарта и армия Российской империи, царя Александра. Поскольку Россия жила по юлианскому календарю, а Западная Европа уже вся жила по григорианскому календарю, то произошло рассогласование времени. Об этом я вычитал много лет назад в историческом журнале «Военная история» или как-то вот так он назывался. То есть, россияне, как всегда, опоздали на войну? Да. Да. Произошло рассогласование времени и получилось так, что превосходящие силы коалиции, во много раз, кстати, превосходящие наполеоновскую армию, были разбиты по частям. Что говорит о том, что лишнее раз говорит о том, как важно время, как важно согласование времен, как важен сам календарь. Это вот просто два таких любопытных исторических казуса, которые я нашел и рассказал вам. А теперь вот еще что. Хотел бы сказать, что Россия перешла на григорианский календарь, в общем-то, совсем недавно, в начале 20 века, а именно после великого большевистского переворота, который еще называется Великой Октябрьской, Социалистической и так далее революцией. Так вот, после того, как большевики взяли власть в руки, то они отринули, среди прочего, юлианский календарь, и страна начала жить официально, начала жить по-грегорианскому. А вот если вы думаете, что Россия была последней, которая официально перешла на григорианский календарь, то, опять-таки, будете не правы. Самая последняя страна в Европе, которая перешла на григорианский календарь официально, это Греция. Это Греция. Произошло это в 1923 году. Но, между тем, сохранилась привычка и в Греции, и в России, да и здесь, вот в рамках русскоговорящей эмиграции, справлять так называемый Старый Новый Год. А этот Новый Год случается каждый год, Старый Новый Год, в ночь с 13 на 14 января. В Греции его называют Днём Святого Василия, покровителю детей и всего хорошего. Так, и ещё пара слов. Я говорил немножко раньше о том, что григорианский календарь, он не такой точный в сравнении с григорианским. Хотя его можно использовать, надо просто ввести очень сложную систему счисления и поправок. Но, тем не менее, это связано с тем, что, как я уже упоминал, что поправка, которую ввели древние египетские жрецы, она основана на натуральном основании 4. Что ведёт к большим математическим сложностям, сложно учитывать. А григорианский календарь, он, в общем-то, ближе к природе. Итак, что за ошибки могут быть? Смотрите. В велианском календаре високосный год наступает каждый год, который кратен 4, а в григорианском високосный каждый год, который делится на 4, кроме годов кратных сотни. Но и это ещё не всё, поскольку это не учитывает другие набегающие неточности. Поскольку у нас это происходит из-за того, что мы не имеем ровного числа суток в году. Ну, так вот. Последним исключением григорианского календаря является год, который делится на... Не делится, вернее, не делится на число 400. Следующим таким годом будет 2100 год нашего времени. Этот год, хотя делится на 4, хотя делится на 100, но не делится на 400. Поэтому в этом году прибавится ещё один день для поправки в сравнении с юлианским календарём. Другими словами, день святого Василия в Греции наступит не в ночь с 13 на 14, а в ночь с 14 на 15. Равно как и в России. Старый Новый год будет также смещён на один день вперёд. Вот такие поправки. Вот такие поправки, которые я вам нашёл, надеюсь, интересны. Я вам рассказал сейчас, в чём заключается разница, и чем удобен и неудобен каждый календарь. Я имею в виду разницу между юлианским и григорианским календарём. А вот в следующей части нашей беседы я вам расскажу о других календарях, которых множество. Я вам расскажу о великом плавильном котле нашей цивилизации, в великом плавильном котле языков, а именно о междуретии. Уважаемый Борис, давайте в этом месте мы остановимся на небольшую рекламу и потом вернёмся к вашей интересной передаче. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в передачу Бориса Агре. И, Борис, прошу вас, продолжайте, пожалуйста. Ещё раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Вот я хотел, чтобы начать этот сегмент, я хочу поделиться своими воспоминаниями. Много лет назад мой брат и я написали наперегонки по фантастическому рассказу. Из рассказа брата я только помню, что там было очаровательное существо, у которого от любопытства чесались антенки за ушами. А вот мой герой, он никак не всё время спешил на Новый год. Когда я писал тот рассказ, конечно, шуточный, с всякими такими смешными приключениями, я понятия не имел, насколько я был прав. Вот послушайте. Завтра, например, со всей ответственностью заявляю, наступает Новый год. Называется он «Энти Райни». Это Новый год инков. В январе будет по меньшей мере два Новых года, которые я уже упоминал. Это 1 и 14. В феврале наступит Восточный Новый год. А также Новый год, который называется Холи. Это в Индии. Более того, я вам скажу, что в феврале и марте будет 8 раз Новый год. 7 раз в Индии. И ещё будет Новый год, который принято отмечать в странах, родственных современному Ирану. Называется «Наврус». В апреле Новый год будут справлять в Бирме, Таиланде, Непале. Я уж молчу, что 1 апреля. Новый год будут справлять в Одессе. Да, специально Новый год 1 апрельский. Я еду в Одессу 1 апреля. Счастливый путь. Посмеёмся. В июне будут справлять Новый год индейцы майя. Если останется немножко времени, я вам скажу. Потому что там чрезвычайно интересные календари. И, кстати говоря, довольно сложные. В этом году в августе наступит священный месяц Аль-Махарам. И Новый год будут отмечать сунниты. Этот Новый год в мусульманских странах сейчас действует два Нового года. По Григорианскому календарю и от года Хиджры. В сентябре будет Рошашана. А также будет Новый год в Эфиопии. В октябре будут справлять Новый год в Индонезии. А вот в ноябре, 1 ноября вернее, будет великий праздник кельтов Самайн. Кстати говоря, надо будет сделать однажды передачу, посвящённую кельтам. Их вклад в западноевропейскую и вообще в западную культуру чрезвычайно весом. Кстати, ещё раз отмечу насчёт кельтов. Ведь наш первый президент самый уважаемый. Самый честный президент Джордж Вашингтон, он ведь был кельтем. Ну вот, в декабре, как я уже поздравил, сказал, что будет Новый год, который будут справлять инки. А именно не просто в декабре, а прямо завтра. Поэтому я и сказал, что с наступающим Новым годом. Это день зимнего солнцестояния. Ну, поскольку, значит, у меня есть ещё немножечко время, скажу пару слов об индейских календарях. Значит, индейские календари, они делят... Одновременно в употреблении действуют два календаря. Это в первую очередь относится к индейцам, которые проживают на современной территории Мексики. Ну и близ лежащих к Мексике странам. Это Майя, это бывшие Ацтеки, это бывшие Тольмеки и так далее. Этому их календарям насчитывают приблизительно 3,5 тысячи лет, а может быть и больше. Трудно сказать. Как я уже говорил, у них два календаря. Первый календарь, который принёс Великий Змей, насчитывает 365 дней в году. Как и следовало ожидать. А вот счёт судеб, насчитывает, это ритуальный календарь, насчитывает только 260 дней. Синхронизация этих двух календарей чрезвычайно сложна. Мне просто не хватит времени рассказать об этих 52-108-летних циклах. Но там всё очень-очень непросто. И скажу, что если вот сейчас, согласно календарю индейцев Майя, мы живём в эпоху, которая называется «Четыре землетрясения». Ацтеки посвящали эти календари, равно как и индейцы Майя, они посвящали разным богам. Значит, первое – счёт дней. Он посвящался Великому Змею. А вот счёт судеб или счёт дней посвящался сразу двум богам – божествам астрологии. И как ни странно, может быть, вам будет это любопытно узнать, о божеству календаря. Это вот очень коротко о том, о календарях, которые мы в новых годах, которые мы можем встречать, если захотим, хоть каждый месяц, по несколько раз. И это я ещё ни полуслова не сказал о календарях и Новом Годе северных народов. Я ни полуслова не сказал о восьминогой лошади великого бога Одина. Ничего я вам не говорил о Великом Локе. И не скажу, потому что времени просто не хватит. А я вам сейчас расскажу несколько слов о Великом Плавильном Котле Древности, о Месопотамии. Месопотамия, кстати говоря, это не то слово и не то название или самоназвание, как хотите, которое употребляли местные жители. Месопотамия – это греческое слово. И как раз и переводится «междуречье». А между тем, в этом самом «междуречье» жила масса народов. Они смешивались, роднились, воевали время от времени друг с другом и породили великую культуру. Смешивались языки. Итак, кто же там жил? Там жили шумеры, там жили аккацы, там жили вавилоняне, амадеи, евреи, ассирийцы, арабы, персы и хеты, с которых, собственно, и началась расшифровка этих древних языков. Один лингвист нашел на скале надпись, с которой долго мучился, и, наконец, прощел. Она гласила, «Придите ко мне все, кто жаждет, и я вам дам хлеб и воду». Ну, кроме того, там жили еще и греки, и многие-многие-многие другие. Я уж не помню, упоминал ли я о сирийцах. Кстати говоря, Вавилон, сам город Вавилон, он был очень велик, даже по современным меркам. По осторожным оценкам современных археологов, демографов и историков, там могло жить от 75 до 200 тысяч человек. Далеко не каждый город в наше время, даже в Соединенных Штатах Америки, может похвастаться таким народным населением. Ну вот. Сделав такую преамбулу, я хотел бы сказать несколько слов о великом боге Мордуке, дважды благословенном, с двумя головами и некоторыми другими двойными анатомическими подробностями. Сына неба Данкин и сына и моря Эли. Этот бог в правой руке держит лук, из которого он поразил дракона вод, и тем самым дал возможность развиваться жизнью на Земле. Кстати говоря, Анатолий Николай не задумывался, почему вот этот вот лук, он меня привел сейчас прямо к Шиви Натараджи. Ты никогда не задумывался о таком выражении «глубая кровь», как она возникла? Если честно, нет, но. Но. Сейчас расскажу. Это моя догадка, может быть я не прав, но кажется, что это близко к истине. Когда-то, когда я делал диссертацию, я прочел, среди прочей, огромной кучей литературы, совершенно случайно в это время, чтобы отдохнуть. Вот я прочел Упанишада и Ригведа. Ну и там часто, в этих гимнах часто упоминался Шива Натараджи. То есть Натараджи – это владыка танца, если перевести с санскрита. А вот в Упанишадах я прочел такой пассаж, который помню до сих пор. Вот я, Шива Натараджи, владыка гармонии танца, поднимаю правую ногу и опускаю ее. И начинается танец, приходит в движение колесо Вселенной. Так вот, этот Шива Натараджи прославился тем, что выпил весь яд из морей и океанов, и горло его стало голубым, синим, вернее сказать, если быть близко к тексту Упанишада. В то же время известно, что протоисторические моря, они содержали огромное количество цианидов всевозможных. Так вот, и получается, а известно из криминологии, что после отравления цианидами, ну, например, цианистым калием, гортань синеет. И если я прав, то вот этот вот отсыл, посвященный Шиве Натараджи, он и пришел в наше время вот таким вот странным выражением «голубая кровь». То есть человек, совершивший воистину благородный поступок. Однако вернемся к Беллу Мордоку. Как я уже только что сказал, в правой руке был Мордок гневливый бог, гневливый, который насылал на тех своих последователей, в Междуречии, кто не следовал его установлением, и моры, и наводнения, и землетрясения, и много-много других нехороших вещей. Но в левой руке этот гневливый бог держал сосновую шишку. А шишка – это символ знания. Чему же научил Белл Мордок? Ну, Белл Мордок научил письменности. Белл Мордок дал знания числа. Белл Мордок дал законы. Белл Мордок научил людей смотреть на небо. И здесь мы опять возвращаемся к календарям. Дело в том, что в Междуречии была весьма своеобразная система счета. Не как у нас десятиричная, а шестидесятиричная. Кроме того, там еще присутствовал двенадцатеричный цикл счета. Так откуда же и как это произошло? Как ни странно, это произошло из астрономических наблюдений. Лишний раз поражаешься, насколько наблюдательны были древние люди. Или кто-то им сообщил вот эти знания. Потому что, скажем, тот же древнеегипетский календарь и их ориентировка на священную звезду Сириас просто поражает воображение. Например, вершина пирамиды Хеопса ориентирована на эту звезду с такой точностью, которую современные архитекторы и строители просто не в состоянии воспроизвести. Ну так вот, шестидесятиричный цикл. Шестидесятиричный цикл связан с тем, что Юпитера, это вращение Юпитера. Причем, было посчитано с такой точностью, это шестидесятиричное обращение, оно тоже дробное, так же как количество дней в году. С такой точностью, которую мы с нашими ЭВМ до сих пор не можем воспроизвести. Как они это делали, каким образом, непонятно. Факт тот, что это было сделано. Вот. То, что я хотел сказать. Причем, наследие этих шестидесятиричных циклов, оно до сих пор, шестидесятиричных и двенадцатиричных циклов древнего Вилона, оно до сих пор сказывается в нашей речи. Ну, да не только в речи. Скажем, на бирже до сих пор считают дюжинами. До сих пор считают дюжинами. А скажем, вот такое интересное явление, как грузинский, вернее, древний грузинский календарь. Значит, он, как и все календари, имеет двенадцать месяцев. Последний, кстати, месяц, последний месяц, это месяц Святого Георгия. Кстати говоря, Святой Георгий, это тоже один из многих драконоборцев. И в Грузии он называют Белым Георгием. Ну, так вот. Значит, грузинский календарь, он имеет двенадцать месяцев. Более того, грузины считают, как и все европейские народы, у них десятиричная система. Однако, система числительных у них очень сложна, очень необычна для всех остальных народов, европейских народов. Ну, например, скажу, что их числительные, они как бы двадцатками. От одного до двадцати, потом и так далее, до шестидесяти. Плюс еще несколько специальных числительных для синхронизации, для воспроизведения, для того, чтобы люди могли считать наконец. Но, тем не менее, обратил внимание, Анатолий, и вы, уважаемые радиослушатели, что три двадцатки опять нам дается удивительное число шестьдесят. Другими словами, это вот наследие древних-древних времен, еще месопотамских. Вот такие первые. Есть еще несколько минут? У нас есть ровно полминутки до рекламы, а потом мы можем продолжить. Тогда продолжим еще, продолжим. Потом, в следующей части, мы расскажем вам с Анатолием, уважаемые радиослушатели, о еврейских и русских новых годах. Замечательно. Оставайтесь с нами, и мы вернемся буквально через несколько минут. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в передачу Бориса Агре. Борис, прошу вас. Еще раз добрый день. Ну, кто бы испорец вот с таким моим утверждением, что хорошего должно быть много? Думаю, что никто. Вот, это я произнес эту сентенцию просто потому, что я вот рассказывал, рассказывал, о календарях. А ведь у евреев четыре новых года. Да? В общем-то, факт широко известный, но почему-то над ним никто особо не задумывается. Итак, начнем. Один из первых новых годов, он наступает весной. Помните, как у Блонгакова? Ранним утром весеннего месяца Ниссан в пурпурном плаще с кровавым подбоем и так далее. Так вот, этот вот, это самый первый Новый год, один из самых чтимых, это Пасха. Наступает, обычно этот Новый год наступал, наступает и еще очень долго, долго, вечно будет наступать в весеннем месяце Ниссане. Этот Новый год для исчисления года правления, между прочим, царей, а не только отмечания Пасхи. Цари Израиля считали годы своего правления до месяца Ниссана каждого года. Вот, например, если какой-то царь, скажем, песнопевец, царь Давид, он вступил на престол в месяц Адар, но правил он на год больше, потому что этот месяц, он как бы приплюсовывался к следующему году. Так что вот так вот. И когда наступил месяц Ниссан, Пасха еврейская, то как бы получилось, что песнопевец правил уже второй год. Так что еврейское восприятие действительности, времени и традиции, оно очень такое необычное. Следующий Новый год наступает летом, в месяце Элуму. Этот Новый год для отделения десятины от скота. Связан этот Новый год скота с заповедью, исполнявшейся в те времена, когда еще существовал великий храм, от которого сейчас досталась в Иерусалиме стена плача. Эта заповедь обязывала отделять десятую часть от всех чистых видов животных, которые родились во владении данного человека в течение этого, текущего года. Отделять десятину от животных, родившихся в предыдущий год, запрещалось. И для того, чтобы избежать путаницы в отделении животных одного года от другого, и был установлен Новый год для отделения скота. Кстати, говоря, в христианскую традицию, это перешло как понятие церковной десятины. И, кстати говоря, именно за эту десятину в прошедшем избирательном цикле в нашей стране так ратовал доктор Карсон. Еще один Новый год наступит и наступает летом. Прошу прощения, летом, осенью. Этот Новый год для исчисления лет и для суда над людьми. Самый главный из них это Роша Шана. В буквальном смысле, если перевести с ивритом, это название праздника переводится как Голова года. В этот день, согласно еврейской традиции, был сотворен мир. Бывает этот Новый год осенью, в начале седьмого месяца, а месяц называется Чешрей. Это веселый домашний праздник, Многие из вас знают, что надо есть яблонки, надо кушать мед, для того, чтобы наступающий год был сладким. Кстати, говоря, в этот же период свершается суд над людьми. В этот же период записываются в книгу жизни и так далее. Очень интересный праздник, очень интересный. Ну и наконец, последний это Новый год деревьев. По преданию было сказано, что деревья пожаловались Господу, что вот у всех есть праздники в тварном мире, а у них у деревьев нет. И Господь в милости своей одарил деревья этим праздником. Значит, случается этот праздник в месяц Швата. В Библии там сказано, что Господь повелел Израиля отделять от урожая каждого года десятину и передавать ее левитам, беднякам, сиротам и вдовам. Ибо сказано в книге «Отделяй десятина от всего произведения семян твоих, которые происходят с поля твоего в этот великий праздник Швата». Это вот четыре праздника, четыре Нового года, которые бывают у людей иудейского вероисповедания. Я сказал вероисповедание, потому что очень много людей среди итальянцев, среди финнов в Южной Корее также исповедуют иудаизм. Вот, например, правнучка Льва Томстова, великого русского писателя, она перешла в иудаизм. Да не она одна, очень много переходит в иудаизм. Та же Иванка Трамп, к примеру, сказать. Вот, а теперь поговорим немножечко о новых годах, которые случались и упоминаются в России, в Российской империи, поскольку все мы родом из детства. Наверное, это будет интересно нам всем. Итак, их семь штук. Семь штук новых годов, которые нашел и буду перечислять вам сейчас и коротенько описывать. Я их нашел, просматривая историю России, российского государства. Итак, первый Новый год. Это зимнее солнцестояние. Вот, подобно тому, как я только недавно упоминал, праздник зимнего солнцестояния у индийцев, инков. У славян, которых было много, тогда русских еще вообще никто понятия не имел, а были тверичи, угличи и прочее, и прочее, и прочее. Их были сотни. Те же самые пруссы в Прибалтике. Прусское немецкое царство, это вообще, говорят, тоже те же самые славяне, которые говорили на одном из славянских языков. Вот, все они праздновали зимнее солнцестояние. В дохристианское время вряд ли в календаре был день более сакральный и значимый для язычника, чем день солнцестояния. Ну, я не буду рассказывать там о жертвах, там, таких или сяких, которые приносили, но праздник праздновали, это было в декабре. Второй Новый год, который праздновали славяне, это весеннее равноденствие, то есть, два экинокса. Два экинокса, по сути дела, можно так вот перефразировать. Итак, весеннее солнцестояние, это дата празднования от счета Нового года сместилась с зимы на весну, узловой, одной из двух узловых дат годового кругооборота природы. Таким образом, славяне стали славить пробуждение природы, а назывался этот праздник Кому Едется или Новолетие. Еще один праздник, который праздновался на территории не только Российской Империи, а вообще ареал расселения славян, это был третий Новый год, первого марта. Вот как это произошло. Значит, когда Русь приняла христианство, она приняла и Юлианский календарь, согласно которому год начинался не 1 января, а 1 марта. Намного раньше, чем в день весеннего равноденствия. Согласно византийскому летоисчисления, время считалось от сотворения мира. Пятница 1 марта первого года. Вот это вот и был первый год. Кстати говоря, наш календарь, у него первого года нет, у него вернее нет нулевого, сразу начинается первый. Однако вернемся к 1 марта. Это подтверждает, например, повесть временных лет, в которой у месяцев уже римские названия, а исчисление времени ведется по византийскому канону. Правда, известно, что вместе с новой датой на Руси сохранились зимние народные обряды, там масляница всякая и прочее такое. Четвертый Новый год, это уже 1 сентября. В 7000 году от сотворения мира, то есть знаменательная дата 1492 года, вообще ничего не напоминает. Да, да. Ну, так вот, знаменательная дата 1492 года по современному летоисчислению царским указом Ивана III, это не Иван IV Грозный, это Иван III, бывший князь Василий. Иван III празднование начала Нового года было перенесено на осень 1 сентября. Это была чрезвычайно удобная для царя дата, поскольку в это время осенью начинался праздник урожая. Ну, а коли праздник, то значит смерду уже собрали, пшеничку, рожь, там, прочее такое. И очень удобно было брать и церковную десятину, и вообще все оброки и налоги. Вот. этот Новый год праздновали до 1700-го года. С 700-го года там начались всякие волнения, пертрубация, и Новый год слегка сместился. Ну, и, наконец, 5-й Новый год, 1-го января. Самый известный нам реформатор Нового года это, конечно, Петр Великий. Он не оглядывался на сельскохозяйственный календарь или на время сбора налогов. Петр просто хотел, чтобы Россия отмечала новолетие в одно и то же время со всей Европой. Последний осенний Новый год на Руси отпраздновали 1-го сентября 7208-го года. И в этот же год Петр Первый подписал указ о новом счислении лет, в котором предписал считать 1-го января 7208-го года от сотворения мира началом Нового года. Известно, что именно в эту ночь 1-го января там случились всякие события. Короче говоря, еще был антинемецкий запрет, это когда царское правительство было первое великое выселение и переселение народов. И, наконец, Новый год, когда уже большевики стали считать как все остальные народы Европы. Все. Очень коротко, господа. Значит, скажу вам следующее. Наступающий год по китайскому календарю это наступающий год свиньи. Значит, отсчитывайте 12 лет вперед или назад и получится вот этот самый год. Но не думайте, что этот год уж какой-то такой позорный для тех, кто родился в год кратный 12. Поскольку, вот посмотрите, в год свиньи родились такие великие люди, как Амадей Моссард, Вуди Аленс, Пилберг, Альфред Хичкок, Элтон Джон, Карм Юнг и многие-многие другие. Господа, я знаю, что наших женщин мучает вопрос, в каких цветах встречать. Все, кто смотрит нашу передачу на Фейсбуке или на Ютьюбе, обратили внимание, что я сегодня в желтой рубашке. так вот, встречайте Новый год. По китайской традиции здесь очень широкий спектр цветов. От желтого до золотистого, от светлого коричневого до горчичного и так далее. И последнее, что я вам хотел сказать, дорогие друзья, папа и мама, радиослушатели, дедушки и бабушки, не пожалейте дома. Купите международную марку и позвольте своим детям, внукам и правнукам написать письмо Санта-Клаусу в Финляндии. И можете мне поверить, каждый из детей получит ответ от этого удивительного Деда Мороза. А адрес вы найдете на нашей страничке, на страничке радиостанции Народная волна Чикаго на Фейсбуке или в Ютьюбе. Всех с наступающим Новым годом инков и наступающим Новым годом по Григорианскому календарю. Всего вам доброго. Спасибо огромное, Борис, за такую очень интересную, очень познавательную информацию. Надеюсь, теперь люди понимают, что есть возможность выпить не только два раза в году или там три раза, а можно пить каждый месяц, ну если по чуть-чуть. И чтобы с вами не случилось то, что случилось с тем, который потерял 11 дней, заснул пятого, проснулся там пятнадцатого или шестнадцатого, ну вот, в общем, смотрите, выдерживайте меру. Борис, огромное вам спасибо. Рад вам приседовать. Я вас поздравляю. Встретимся после Нового года. Обязательно с наступающим Новым годом. Спасибо. Всех вам благ, здоровья, счастья. Ну и обязательно встретимся в Новом году. Всем